Свистайте их наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров, у меня в гостях японский линкор 10 уровня под названием Ямато. Вообще корабль более чем легендарный, причем это один из самых больших кораблей военных, я имею ввиду, в истории человечества. Ну и в общем-то более чем интересный, более чем историчный, внушительный и в общем-то это первый линкор 10 уровня, который появился в нашей игре World of Warships, по крайней мере на закрытом бета-тестировании, в котором я принимал участие, была одна единственная ветка линкоров и это была ветка Японии. Ну и конечно же в любом случае каждый, кто играл в World of Warships, каждый, кто интересуется кораблями, хочет получить к себе в порт вот такого вот большого красавца. Корабль в нашей игре во многом сложный, сложный потому что у него есть и достоинства, есть и недостатки, причем в отличии допустим от того же Курферста, здесь недостатки более значимые, вот, но достоинства безусловно в виде орудий 460 миллиметров, самый большой калибр в игре на нынешний момент, это несомненно огромнейший плюс. Ну давайте обо всем по порядку мы пройдемся, живучесть 97-200, когда-то это был максимальный параметр, но сейчас Курферст превзошел Ямато и Ямато становится вторым по количеству ХП. Бронирование до 410 миллиметров, есть бронепоезд Цитадели, противоторпедные були, причем противоторпедная составляющая здесь очень большая, 56%, просто гигантские були здесь наверчены, наварены и Ямато торпеды в общем-то не столько страшны. Самое страшное для Ямато это скорее всего затопление и пожары, вот, что касается Цитадели, я вам сейчас покажу, она тут достаточно интересно выглядит, вот она вот такая вот, и здесь вот посмотрите, Находятся вот такие вот скосы под башнями, поэтому прямо скажем взять и выбить Цитадель даже вот под углом, ну достаточно затруднительно. Хотя если стрелять в борт, это сделать гораздо проще, цельтесь либо под носовые башни, либо под двигательную установку. В принципе, Цитадель выбивается, в том числе выбивается и через палубу на дальних расстояниях, но скорее это должен делать другой Ямато, потому что палуба Цитадели очень внушительная, тоже 200 миллиметров. Вообще, бронирование здесь неплохое, но я бы не сказал, что оно прям супер-пупер-индеальное. Тем не менее, брони хватает и чувствует себя Ямато весьма уверенно, но не стоит увлекаться, не стоит ходить бортом, потому что Цитадель из ямки может достать даже Северная Каролина, в принципе, если хорошо прицелиться. Возможно, даже и калибр поменьше пробьет, поэтому аккуратно. Но ПТЗ, опять же, повторюсь, просто великолепный и торпедки, урон от торпед кушает хорошо. Но, к сожалению, это никак не действует на урон от затопления, поэтому торпед лучше не ловить. Давайте поговорим про главные достоинства Ямато. Орудие калибром 460 миллиметров с неплохой баллистикой, 780 метров в секунду начальная скорость снаряда. К сожалению, в нашей игре это напрямую никак не говорит о баллистике. Нельзя сказать, что тут вот там метров больше, тут метров меньше и поэтому там что-то значительно отличается. Нет. Но, тем не менее, урон в 14800 это более чем круто. Давайте посмотрим на Кюрферста. Сколько? 13500, даже знаменитые немецкие ББшки калибра максимального 420 миллиметров. Что касается урона, здесь Ямато безусловный лидер. Ну и 7300 фугасами тоже, как вы понимаете, это очень много. Японские фугасы делают большой урон. Почему я говорю фугасы? Да, дело в том, что, конечно, 460 миллиметров пробивает практически все, что можно. И для Ямато нет там такой проблемы, грубо говоря, ой, ты там ромбом, стал ой, ты не ромбом. Да, если снаряд не пробьет цитадель, в любом случае он пробьет любое другое место и взведется внутри, только если не будет сквозняк. Поэтому здесь очень интересные пушки. Наносят они урон часто при попадании. Но, если есть такая необходимость, допустим, перед вами тот же Ямато, там вот в носовой проекции, или американцы, которые любят так постоять. Не грех зарядить, кстати, и фугасик. Фугасики наносят очень внушительный урон, имеют 35% поджога, что, в общем-то, весьма-весьма внушительно. Из-за хорошее накрытие фугасами можно запросто поджечь противника. Далее. Орудия противоминного калибра. И эта штука, скажем так, более чем спорная на Ямато. Здесь у нас есть 127-мм вот такие вот пушечки. Стреляют они фугасами по 2-100. И они одновременно являются универсалками. Это, конечно, в принципе, все достаточно понятно и достаточно хорошо. И есть вот такие вот орудия. Их две таких встроенных установки. Они напоминают вообще главный калибр крейсера. 155-мм. И стреляют они, друзья, бронебойными снарядами. Что это значит? Это значит то, что наиболее эффективно они против среднебронированных целей. То есть крейсеров. А вот если стрелять по, скажем, линкорам, по эсминцам, зачастую особо большого урона они наносить-то и не будут. Ну и расположены они, как видите, одна на носу, другая на корме. Поэтому не всегда они там могут стрелять, куда вам голову сбредет. Вот. И поэтому до какого-то определенного времени Ямата упарывался в орудие противоминного калибра в ПМК. Но с появлением Кюрферста, с появлением Бисмарка, немцев, ПМК Ямата уже не стала настолько подавляющим. Да, оно все-таки хорошо стреляет. Но такого вот, знаете, урона, когда у меня там ПМК настреляло не меньше ГК, такого на Ямата никогда нет. А вот на немцах такое зачастую очень случается. Как минимум треть урона наносит именно ПМК. Вот. Но тем не менее, во что качать Ямата? Здесь вопросов, особенно с новой системой перков, вопросов меньше не стало. И, как всегда, это три варианта для любого линкора. Это ПВО, это живучесть и это ПМК. И вот выбирая между всеми этими тремя позициями, я бы выбрал нечто среднее между живучестью и ПМК. То есть, да, я бы взял ПМК, потому что против крейсеров оно все-таки помогает. Ну и на кораблях такого размера оно очень хорошо работает тут эсминцев. А живучесть, соответственно, поможет вам избежать лишних пожаров и, в общем-то, пожить подольше. Потому что пожары Ямато сжигают прям вообще на ура и все эти новые советские эсминцы, которые там плюются с 15 километров и так далее и тому подобное. Ну, в общем, приятного мало. Дальность стрельбы ГК Ямато 26,6 километров. Причем здесь можно взять еще и корректировщика и стрелять вообще там чуть ли не на всю карту, доставая еще и на другую карту, если понадобится. Расстояние очень приличное, дальше никто не стреляет, разве что с самолетом. Ну и, в общем, стрелять на 26 километров с Ямато можно. И можно даже попадать, потому что японские пушки очень точные. Как бы это там ни звучало, немецкие косы, а вот японские у нас точные. Вот такое вот удивление в нашей идее. Дальше головная боль Ямато. Это, друзья, ПВО. К сожалению, это весьма и весьма серьезный минус. Ямато, несмотря на то, что здесь стоит циферка 87, наиболее эффективная аура, дальняя, и вот она, 6 километров, она очень слабая. 73 плюс 73. Это вот как раз вот эти вот установки. Их 12 штук здесь, но они не могут никак решить проблемы с ПВО. Увы, они очень мало урона наносят на дальних расстояниях, то есть когда самолеты только заходят на вас. Когда самолеты приближаются ближе, мы получаем ПВО 337. Начинают работать все вот эти вот чудесные автоматы. Строенные какие-то. Выглядят они, конечно, забавно. Наносят очень мощный урон. 337. Но если вы понимаете, как бы, когда на вас летит, допустим, там 12 самолетов, 15, 18, вы можете стрелять только по одной какой-то цели. Да, вы уничтожите, там может быть один пак торпедоносцев или еще чего-нибудь. Ну, а все остальные самолеты по вам отбомбятся, откидаются, отторпедируются, и вы там вслед и будете махать уже ваше орудие ПВО. Привет, вернись! Я сейчас постреляю по тебе немножко. Да, и это, к сожалению, существенный минус Ямато. Это именно вот его ПВО. Причем усилить его нет никакой возможности на самом деле, потому что если взять ручное управление огнем ПВО, оно ничем вам не поможет. Вы лишь немножко разгоните вот эту свою дальнюю ауру и все. А вот эта вот аура ближняя, которую мы можем усилить, она усиливается вместе с ПМК. Если вы берете улучшенное управление, улучшенное, вот оно, усиленная огневая подготовка. Вот она дает вам 20% дальности стрельбы ПВО. Это единственное, что вы можете сделать. Вы можете также взять перк, кстати, вот этот базовый огневой подготовкой, который увеличит саму по себе эффективность ваших орудий. Но все равно это не даст вам никакого прикрытия внушительного. Ямато может эффективно противостоять самолетам, ну разве что там восьмых уровней. Да и то, честно говоря, не особенно. Так, ладно, по плохому поговорили. Маневрено 27 узлов хода, 900 радиосиркуляции. Много, но все-таки это, конечно, не Курферст, у которого километр с лишним разворот. Вот, время прикладки 17,6, если взять модуль на поворот. Ну, медленно, конечно, ничего не скажешь, но корабль огромный. И как бы больше-то, наверное, ему особо и не нужно. В особенности, если учесть, что вот эти вот башни поворачиваются 72 секунды, если мы берем вот эту вот модернизацию. Ммм, кстати, нет, нифига. Если мы берем вот эту модернизацию, они поворачиваются еще дольше. Ну, вот здесь я попробовал утопить Ямато как раз ПМК. И об этом я вам сейчас тоже чуть-чуть подробнее расскажу. Про это мы поговорили. Маскировка 18 километров. Нас видят все и вся. Вот. И, конечно, это достаточно грустно, но ничего с этим не поделаешь. Все-таки Ямато корабль большой. И теперь давайте поговорим о перках командира и модернизациях корабля. Значит, здесь, опять же, есть разные варианты. Но это либо живучесть, либо это ПМК. Вот это вот версия у меня у портов ПМК. Здесь вспомогательное вооружение модификация 1. Здесь ПМК модификация 1. Здесь ПМК модификация 2. Это все чисто ПМК-шный вариант. Здесь у нас неподгорайка, поворачивалка и система обнаружения. Как вариант, если вы хотите усилить именно огневую составляющую, вы можете взять, например, система наведения. Или же можете взять орудие главного калибра, если вам кажется, что ваши пушки недостаточно быстро поворачивают. И здесь можете взять не систему управления огнем, конечно, которая вам нафиг не нужна, а орудие главного калибра модификация 3. Вот. Но, наверное, вот эта вот штука, вот это вот орудие главного калибра компенсируется тем, что вы у командира возьмете навык отчаянный. Ямато при хорошем разгоне по урону, если у вас остается там порядка 20% ХП, от 20-10 он начинает стрелять не за 30 секунд перезаряжаться, а где-то за 22. И это, конечно, уже прям какой-то сумасшедший пулемет. Орудие, сами понимаете, у него очень мощный. Здесь у меня 18-перковый кэп, профилактика. Отчаянный. Здесь базовая огневая подготовка для усиления ПМК. Неподгорайка противопожарная подготовка. Здесь ручное управление огнем ПМК и усиленная огневая подготовка. То есть все, что можно взять на ПМК, я здесь взял. Как вариант, если вы не хотите играть на ПМК, вы можете взять суперантенданта, вы можете взять повышенную готовность, плюс мастера на все руки, как вариант. Можете взять даже основу борьбы за живучесть. Но, если честно, вот этот перк противопожарной подготовки, он достаточно важен. И, в принципе, весьма и весьма полезен для нашего корабля. Кстати, базовая огневая подготовка не увеличивает скорость перезарядки и дальность стрельбы. Вот этих вот орудий 155 мм. Вот это вы можете учитывать. Поэтому вместо базовой огневой вы можете взять суперантенданта и тем самым немножко добавить себе живучести. В общем-то, вариант, опять же, решать вам на ваш выбор. Давайте сейчас посмотрим бой, как Ямат себя ведет в открытом бою. Погнали! Карта Края Вулканов. Иду на точку А. Здесь достаточно большое количество наших кораблей. И справа много противника. Уже две точки захвачены. И у нас минус один из минус. Неприятно, конечно, но что делать? Открывает противник огонь. Не слишком метко. И я тут подумал, куда же все-таки лучше выстрелить. Эти убегают, те убегают. Вообще, на кораблях с таким большим калибром, знаете, лучше пять раз прицелиться и один раз выстрелить, чем быстро жахнуть и не попасть. Поэтому, исходя из этого, будем стрелять куда-то вот сюда по Демойну в надежде на то, чтобы его вырубить хорошим красивым залпом. И должно прям зайти вроде как бы все хорошо. Но на практике Демойн успевает отвернуть, потому что это все-таки крейсер. Если бы не отвернул, вошло бы, конечно, красиво. Но еще этот Демойн побеспокоит нас еще много-много раз до конца боя. Орудия зарядились и пора следующий залп отправлять. Выбираю для этой цели Монтану. Немножко царапаю нашего союзного Донского. Снаряды пошли. Вроде так даже красиво идут. Монтана никуда не поворачивает. И получает 18 тысяч урона. Вот, и это уже гораздо интереснее. Вообще, снаряды летят достаточно точно. Пушки заряжаются более или менее быстро. Единственный минус в том, что они очень плохо поворачиваются. Это, конечно, минус. Но если держаться на дальнем расстоянии, в принципе, этот минус не столь страшный. Понятно, что быстрый поворот орудия нужен всего больше в ближнем бою. Ну, а в дальнем бою и так все нормально происходит. Подбираем мы ибуки. Ибуки, ну, знаете, с одной стороны можно сказать, о, блин, подсосник, педобир. А с другой стороны, знаете, ибуки могут уйти в инвиз, 5 раз отхилиться. И еще потом кучу всяких неприятностей делать. Поэтому, друзья, всегда старайтесь минусить ствол. Даже сколько у меня там хп не оставалось. Всегда старайтесь сделать залп и сделать минус. Потому что корабль, который утонул, уже никуда стрелять не может. Так, корабль, который еще жив, еще кучу гадостей может натворить. Особенно, если это линкор. Ну, или корабль 10-го какого-нибудь уровня. Он еще 20 раз отхилится. Неплохой залп по Кюрферсту. 38 тысяч домашки на нашем счету. И, как видите, я здесь что делаю? Просто иду и стреляю. Собственно, что от меня и требуется. Почему не стреляют по мне? А потому, что я держусь на впечатляющем расстоянии. Даже если кто-то пытается там по мне пострелять, снаряды либо рикошетят, либо просто не попадают ребята. Никаким образом не получается у них. Еще немножко прилетает. И вот она, друзья. Красивая цитадель из Кюрфюрста. Кто сказал, что цитадели из них не достаются, достаются. Следующая цель Гросса. Ну, это, конечно, тоже вполне себе такой вкусный немецкий пряничек. Но идет он медленно. И этот залп я не попадаю. А следующим залпом он внезапно газонет. И я тоже не попаду. Ну, не все же попадать, что же делать. Продолжаем разговор. Мы проигрываем, но у нас уже на одну точку больше. Продолжая тут пострелить по всему тому, что видно. И, в общем, пушки не скучают. Постоянно наношу урон. Подтягиваюсь ближе к точке Б. Большое количество противников с той стороны. Но есть плюс. Эсминцы уже уничтожены у противника. Минус в том, что они уничтожены у нас. Но, знаете, мне на линкоре, честно говоря, лучше бы вообще никаких эсминцев не было. И в этом плане все замечательно. Соответственно, посмотрите, что я делаю. Я встаю в районе точки Б. И спокойненько занимаю позицию. Никуда вперед особо не рвусь. Посмотрите, какие шикарные попадания по Кюрферсту. То есть, вроде как бы там и есть пробитие брони. Но, к сожалению, без какого-либо урона. И вот сейчас начинают ко мне прилетать самолеты от Секаку. В принципе, как я говорил, для Ямато это весьма и весьма неприятно. Но рядом со мной находится американский линкор. По-моему, это Норка. И в этом плане, несмотря на то, что это восьмерка, в плане ПВО у нее прям все здесь супер-пуперовские. Даже когда вот, увидите, сейчас полетят вражеские самолеты. Я уже как-то там сдаю газ в надежде на то, чтобы там, а сейчас, может быть, там торпеду какую-нибудь не поймаю. Я просто вижу, как они моментально будут растворяться от Норкинского ПВО. И это, конечно, будет хорошо. Кюрферст уходит. Опять же, отпускать его ни в коем случае нельзя. Стреляем, наносим урон. На Ямато можно стрелять в любую точку корабля. И, в принципе, вообще абсолютно все равно, куда уж вы там попадете. К сожалению, не хватает мне на минус 700 хп. Жалко. Можно было бы, конечно, немножко подсосать. И вот, внимание, посмотрите. Я вам сейчас покажу, как бороться с такими красавцами на Демойне. Демойн стоит за островом. Визуально вы его не видите. Нужно немножко подождать, когда он засветится. Когда он засветился, вы видели, что у меня не было в прицеле символа горки. То есть, я не стреляю в гору, я стреляю в корабль. Посмотрите, что происходит. Бах! И Демойн получает цитадель. Так что, друзья, если вы... Какая-то у вас существует проблема с выстрелом за гору. Посмотрите, вот стрелять нужно так. Вы примерно представляете, где находится вражеский корабль. Если у вас нету вот этого символа горки. Видите, вот он справа от прицела. Если этого символа нету, вы смело можете стрелять. И ваши снаряды перелетят в горку и попадут туда, куда нужно. Ну, если уж вы правильно возьмете упреждение в плане движения противника. Мойка понимает, что ей так больше не удастся безнаказанно стрелять. И огонь свой прекращает прячется. И это, в общем, правильное решение. Потому что, на самом деле, как-то не смешно. Мне по нему попасть проще, чем ему по мне. Потому что он стоит. А я где-то более-менее тут передвигаюсь. Вот видите, что я его вижу. Могу стрелять и стреляю. Ну, тут мойка сдает газку. Отходит назад. И ей в этом плане немножко везет. Так, если бы она осталась там стоять на своем месте, ей было бы больно. Как видите, у мойки баллистика не самая шина испечатляющая. Поэтому, увы и ах. Но он по мне не попадает. Я вижу вдалеке еще один вражеский корабль. Это Единбург. Поскольку достаточно точно стреляет все-таки у нас Ямато. Такой выстрел возможен. Не факт, что там прям попадание. Но выстрел возможен. Посмотрите. Вроде как бы бой сначала был сливной. Но, тем не менее, мы его вытащили. Я здесь стою. Я никуда вперед не двигаюсь. Ну, по крайней мере, не двигался. Сейчас я уже, да, немножечко так тапочку придавил. Посмотреть, что происходит. Вижу, светится здесь Амаги. Уходит из-за света. Ну, и почему я не стал стрелять Монтану? Потому что я вижу, что крейсер держит ее в фокусе, поджигает. И большую часть Монтана он уже скушал. Поэтому будет Донскому как-то очень неприлично взять и подсосать в нее фраг. Здесь вот сейчас вылетают самолеты. И если бы не Норка, было бы достаточно болезненно мне. В плане там торпед и всего прочего. А здесь как бы все в порядке. Донской дожигает Монтану. Повторюсь, это было вот прям вот мое решение. Не потому, что я там пожалел, там не подсосал. А реально человек просто стоял эту Монтану, там раздергивал. Мучил ее. И просто взять и своровать у него фраг будет более чем нечестно. Пытаюсь попасть по Мойке, которую сильно пытается попасть по мне. Но на таком расстоянии надо стрелять куда-то, не совсем туда, куда он стреляет. Возможно, я-то не сильно попаду. Но, в общем-то, и он тоже как-то не очень попадает. Ну что, 885. И вот здесь, посмотрите, авианалет. Я уже тут открыл тут библию или чему там молятся японские моряки. Но нет, все нормально. Ближайшая норка изничтожает просто самолеты. И, ну как, не то, что прямо именно на яд. Конечно, помог тут по мере возможностей. Что прямо тащил, можно сказать, старался. Вот. Но, тем не менее, вот так вот. Мойка плюнул, решил перейти на ББшки. Ну, я затрудняюсь сказать, чем это нужно было. Стрелял я по Амаге. Постепенно, видите, вот просто Ямато настолько интересный корабль, что им можно стрелять куда угодно, в любые точки. Если вперед не упарываться, он при попадании достает большой урон из любого корабля за счет того, что ББшки у него очень впечатляющие. Поэтому, в плане пофармить домашку, если вы хотите свой средний урон как-то поднять, 90 тысяч, 100 тысяч на Ямато, это достаточно реализуемая задача. Вот, давайте сейчас посмотрим, опять же, насчет выстрела за гору. Демойн. Вот он, за горкой. Орудия повернуты мои. Стреляем. Сейчас проверим нашу теорию, как стрелять за гору. Оп, посмотрите, заходят снаряды. Возможно, ну, не очень я там точно уж выбрал упреждение. Посмотрите, взял я его в цель ПМК, и ПМК тоже начинает по нему стрелять достаточно задиристо. Перебрасывать за гору. ПМК, это как-то получается, видимо, веселее, чем у меня. Ну что, бой заканчивается, совершенно просто на изи и не напрягаясь. Настреляли мы целую кучу урона. 147 тысяч, не так уж и много для Ямато, но вполне себе неплохой урон. Второе место после Минотавра. И кредит и опыт, внимание, 37 тысяч в плюс. Вот такая вот она Ямато красавец. Если видео пригодилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся с вами в открытом бою. Пока-пока. Если вам нравится наше видео, обязательно подпишитесь на канал. Сделать это можно вот так вот. И обязательно включите уведомления о новых видосах и стримах, чтобы не пропустить ничего, ничего, ничего и быть в курсе всего самого нового и распоследнего. Также обязательно вступите в нашу группу ВКонтакте, где каждую неделю проходят шикарные розыгрыши и ежедневно случаются всякие смешные картинки, звуки, конкурсы и прочее, 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 где можно выиграть шикарные призы, от души посмеяться и последить за жизнью нашего канала. А сейчас вот слева внизу появилась уже кнопочка подписки и справа интересные видюшки, которые вот самые-самые свежие, самые интересные. Нажмите обязательно, посмотрите, что же там происходит. С вами Александр Петров, увидимся с вами на полях виртуальных сражений. Всем пока!